Медиа-информ продолжает свою работу в прямом эфире. Наш телефон 737-7310. Почему так живуч интерес к разного вида гадания? Ну, наверное, потому что это единственный способ хоть как-то заглянуть немножечко в будущее. Мы сегодня говорим с надеждой, говорим о том, как заглядывать в будущее правильно, что нужно делать, что можно делать, что нельзя делать. Для телезрителей, поскольку телезрители делятся у нас на несколько категорий, для кого-то это просто забава некая, кто-то считает, что действительно он очень зависим от жизни, от судьбы, от влияния других людей. Вот для тех, кто относится к этой категории наших зрителей, телефон вы видите на экране, вы можете звонить и работать мы будем следующим образом. Надежда будет отвечать на ваши вопросы. Ну, такой экспресс-ответы такие. А те, кому нужна подробная консультация моей гости, те увидят контактные телефоны Надежды и после эфира могут позвонить и договориться уже о контактной встрече. Надюш, с чего начнем? Начнем, наверное, с того, что у людей существует сегодня, не касаясь политики, но, тем не менее, каким-то образом, состояние внутреннего страха. Да? Да, конечно. Мало того, что это свойственно всегда, дети боятся чего-то в детстве, там, собак, еще чего-то, да, там, милиционером пугают еще. Есть свой страх, детский страх, а есть взрослый страх, он приходит уже с опытом, когда люди сталкиваются, или что-то увидели, или что-то пережили, боясь пережить что-то. Вот как с этим, как с этим, что с этим делать, и есть ли какие-то способы побороть вот этот вот внутренний свой страх? Очень хороший вопрос, спасибо. Хочу сказать о том, что страх, все его производные, они, в принципе, влияют на жизнь человека всегда. Да. И из-за страхов, и порой надуманных страхов, человеку очень сложно в жизни идти своим путем, своей дорогой. По поводу испуга детского страха, в народе это тот же переполох. Хорошее слово, да. Да, мы его называли даже исполох. Исполох. Исполох, да. Бытует поверье такого рода, что можно нанести страх как ребенку, так и взрослому человеку. То есть ему подвержены этой энергии, этому, этой эмоции. То есть человека можно запрограммировать на страх? Можно запрограммировать, абсолютно верно. То есть это, как оно проявляется? Это может быть беспричинный страх, как у взрослого, так и у ребенка. Это может быть нервная возбудимость, это вплоть до расстройства речи и заикания очень часто вызывают у детей. Как правило, у детей, но бывает даже, что и у взрослых. То есть в любом случае происходит нарушение. Нарушение в нервной системе. И самостоятельно человек выбраться не может. Он обращается за помощью к докторам. Очень хорошо, когда помогают всякие успокоительные, когда человека выводят из состояния этого страха, и состояния той же депрессии. Ну хорошо, валерьянку мы попили или какой-то, не знаю, депрессант побили, тазепан, предположим, попили. Но это на какое-то время. Но все-таки разруха-то обычно в голове. То есть где-то же этот внутренний страх может опять вернуться? Это внутренний страх. В том-то и дело, что страх он делится. Если ты считаешь, что это еще и преподнесенный, так скажем. Он делится, да, на приобретенный. Он делится на страх, просто связанный с какой-то вот чертой характера, когда человек боится всего. В таком случае человеку достаточно выпить пустырник, валерьяночки, какие-то там пропить успокоительные. И действительно приходит в норму. Самочувствие, самоуверенность возвращается. Но есть страх приобретенный, который целенаправленно был под воздействием человека. То есть в таком случае снимать переполох снимается он особым образом. Если именно вот такая вот проблема, ее можно, возможно, выявить, то, естественно, ее нужно снимать особым способом. А увидеть, вот если сейчас позвонит какая-то телезрительница и скажет, что вот мои данные, вот мне очень неспокойно. Ты увидишь какого вида этот переполох? Да, конечно, это в принципе можно прощупать эту информацию по голосу. Но, конечно, я в таких случаях советую встречаться лично. Потому что иногда страх очень глубоко сидит. Внешне уверенный человек в себе, и иногда человек даже не догадывается о том, что у него есть какой-то внутренний страх. Или он его прячет очень глубоко и не понимает, что на уровне подсознания этот страх рушит его жизнь. Но это что, с заговорами снимается? Это снимается многими способами, очень многими. Но всегда есть индивидуальный. Если у ребенка есть такое, вот скажем так, да, вот маленький ребенок, подростковый возраст, молодые люди, которые вступают в жизнь во взрослую и боятся. Это боязнь отношений, построить личную жизнь. Это боязнь какого-то там учебы, каких-то переездов, перемен. То есть любые перемены, вызывающие вот этот страх, то есть здесь человек не может с ними справиться, адаптироваться, да, психика не может. В таком случае нужно подумать об этом. Может быть, действительно что-то есть. Древности использовали такой вот метод снятия вот этого переполоха. Как вымеряли, например, если это ребенок, этого дитя, вымеряли полностью нитью, а весь его рост. Мамы, внимание. Причем вы вымеряли его рост полностью с головы до ног, руки раскинутые на всю ширину, и также вымерялись этой ниткой. То есть получается, и вот этот размер нити необходимо было нейтрализовать страх. Это две нити получается, ширина с распростертыми руками и длина. Да, совершенно верно. И нужно нейтрализовать то, что вот эта вот нить отмерила, этот страх. Нейтрализовывается он специальными заговорами, молитвами старинными, которыми обладают знающие люди. То есть вот вымерил, да, и можно прийти, предположим, к тебе, и ты заговоришь вот этот страх. Но если ко мне придет человек, то я уже полностью проведу всю процедуру, весь процесс, конечно, да. И затем нейтрализовывается и запечатывается. Запечатывается в специальном укромном месте. И этот страх действительно, он уходит. Ребенок перестает видеть кошмары, тревожится, плакать, переполох, уходит. Ну вот эта парадоксальная штука, я же говорю, вот скептики телезрителей, может, не поверят. У меня сегодня была знакомая, у внука ячмень. Она говорит, я ездила, вот там у нее есть своя какая-то бабка. Я говорю, что ты сама не можешь справиться с ячменем? Она говорит, дело в том, что сама это долго. Она, говорит, заговаривает, и вот что называется, как рукой снимает. Конечно. Она говорит, а поскольку у него тенденция довольно частая к этому, она говорит, вот я ей приезжаю, и как рукой снимает. Значит, человек знающий, совершенно верно. Да. У нас есть звонок, мы послушаем звонок, потом продолжим. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Вера, и я бы хотела уточнить по поводу отношений. У меня недавно сложились отношения с молодым человеком, но вот у меня страх, не зря ли мы вместе, у нас не очень совпадывается, не тратили мы зря время. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ваш возраст. Возраст скажите. Вера. Сейчас, девушка, возраст нам скажется. Да, наверное, отключилась. Несмотря на то, что эти отношения кардинально разные, как вы считаете, они имеют тенденцию большой перспективы, перспективы на хорошее совместное будущее. То есть здесь нужно поработать, наверное, проблема не в этих отношениях, а конкретно в вас. Здесь нужно проработать вашу гармонию в себе, ее нужно восстановить. Потому что, собственно говоря, на сегодняшний момент вы действительно не уверены из-за того, что вы имели какие-то неудачные опыты, я бы сказала, наверное. То есть предыдущие, да? Предыдущие отношения, да. То есть если будет вопрос подробнее, то здесь нужно разбираться. То есть как совет, забудьте прошлое, да, не берите его с собой все время в дорогу. Забыть это очень сложно. Здесь нужно повернуться к этому и просто определить, что оставить и что взять с собой. Не всегда так получается. Так, возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Итак, мы говорили... А, да, кстати, вот сейчас вопрос. Вот как по голосу, да? Что вот в этом голосе услышалось? Ну, собственно говоря, я и ответила на это вопрос, что я услышала. Нет, но ты когда слышишь голос, вот что, вот у тебя, ну что, картинка, ты визуализируешь, ты видишь человека. Это невозможно объяснить словами. Это где-то информация внутри. Поступает сама внутри. То есть здесь невозможно сказать, что я рисую картины в голове себе, или там печатаются слова какие-то. Я не знаю, это невозможно словами объяснить. Это просто есть и все. Это интуиция. Назвайте как хотите. Я пытаюсь разведать какие-то тайны. Теперь, мы хотели с тобой поговорить о том, о чем, в общем-то, и телезрители спрашивали, о зеркалах. Почему? Потому что ты в прошлый раз предупреждала, что с зеркалами мы ни в коем случае не шутим. Что это достаточно опасно. Но вот я где-то вычитала такую фразу, что зеркала могут служить дверью в мир. Что означает эта фраза? Собственно говоря, зеркало — это сакральный предмет. И по сути своей, изначально, сейчас мы используем зеркало как просто атрибут повседневный. Но раньше люди использовали его только в определенных целях. Люди использовали его не каждый человек. Не у каждого человека в доме было зеркало. Были зеркала только у мастеров. Были зеркала очень знатных, богатых людей. То есть не каждый человек мог себе позволить зеркало. Оно действительно служит своего рода как проходом, как дверью из мира видимого в невидимый. И в нем действительно зеркала имеют свойство сохранять информацию. У них огромная память. То есть они могут считывать память не одной жизни, а нескольких поколений. В этом опасность, наверное, тоже, да? Раз они сохраняют эту память. Иногда есть такие зеркала, которые могут, скажем так, играть в нехорошие игры с людьми. Зеркалами нужно быть осторожными. Но не в том плане, когда мы просто смотрим и прихорашиваемся. В зеркало всегда нужно улыбаться. Если мы смотрим в зеркало и мы выражаем с собой недовольство, то непременно эта информация будет к человеку снова и снова возвращаться. Но когда человек смотрит в зеркало, он обязан, как бы ему ни было, какое бы положение ни было, сами себе, обязательно похвалите себя в зеркало. И непременно это зеркало будет отражать это. И в следующий раз вы забудете об этом, посмотрите, а зеркало вам, скажем так, пошлет такую информацию. Конечно. Хорошо. А есть безвредные варианты вот зеркалом? Мы говорили о том, что зеркалом можно, помнишь, когда мы говорили, если вы разговариваете с агрессивным человеком, и хотите от этой информации, вернее, не принять эту информацию, то мысленно можно поставить между собой человеком зеркало, да, и попытаться как бы зеркально отразить эту информацию, то есть не пустить в себя. Да, зеркало может служить также и защитой, потому что в древности люди использовали зеркала, то есть каждая женщина носила на Руси, носила за поясом у себя некий такой вот предмет, тогда не совсем это было похоже на зеркало сегодняшнее, но такая металлическая пластина, в которой отражалась... Отражалась, да, отражалась. Своего рода она могла отразить, очень вот, они верили в то, что отражает негатив, отражает какую-то вот зависть, сглаз. Даже когда в поход уходили воины, да, они даже на своих лошадей вешали такие вот тоже пластины круглые, там, в разных форм, которые отражали вот как именно как зеркала, они блестели были для того, чтобы это животное, лошадь, как бы небо захворало там в пути, ничего не случилось, скажем так, с человеком, который на нем ездит. Вот так вот. Так что зеркало, и сегодня карманное зеркало, которое есть в сумочке у каждой девочки. Это как украшение было еще? Как украшение, да, так же его и берег. Оно и сегодня может служить такой же защитой. Только если мы подумаем, то есть скажем себе, что мое зеркало меня защищает, наверное, да, то есть дать ему этот, да, смысловой вот этот. Да, да, обозначить, придать форму мысли, которую вот мы хотим. То есть зеркало, оно может служить и даже таким... Хорошо. Есть такая, когда я готовилась, я вычитала, есть очень смешная одна история описанная, что вот безвредное гадание карманным зеркальцем. Значит, берете карманное зеркальце маленькое и пишете свое какое-то желание очень сокровенное, да, проговариваете свое сокровенное и одним словом его записываете. Ну, например, это касается здоровья или финансирования, деньги и так далее. И кладете его под подушку. Я, когда это читала, я вспомнила, что, ну, в общем-то, мы перед экзаменом так делали с учебником, а тут с зеркальцем. И якобы вот ночной сон нужно попытаться запомнить, потому что там будет, ну, я не знаю, рекомендации, не рекомендации, но, в общем, какая-то подсказка будет. Да, либо совет, как правильно выйти из состояния недомогания, скажем так. По сути своей, все, что мы сейчас с вами говорим, это и есть прогнозирование. Человек себя прогнозирует на то, что он напишет на зеркальце, что я здоров, я счастлив, я успешен, я любим, я любима, я люблю. И, собственно говоря, это тот же, когда человек спит... Сейчас ты давай послушаем звонок, и потом ты подробнее расскажешь, вот как это записать. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, 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 мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот моему внуку 30 лет, я бы хотела знать, что ждет его впереди вот по работе, в семье? Имя. Имя. Валентин. 30 лет Валентин. Да. Вы знаете, молодой человек находится в жизненном этапе такого размеренного шага. Он делает несколько шагов вперед, но в то же время у него идет все обратно. Я не могу сказать, что жизнь молодого человека идет по одной прямой линии. Он, я бы назвала, что таким термином, что человек находится в каком-то замкнутом пространстве, это замкнутый круг какой-то. Очень сложно дать сейчас объективную оценку. Не может вырваться, да? Не может, совершенно. Он делает несколько шагов вперед, но он также возвращается к тому, с чего начал. Здесь нужно детально разбираться с этим положением, почему, искать, откуда. Что-то замыкает круг. Еще один звонок, мы слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, полных 42 года. Скажите, пожалуйста, найду ли я до конца года работу? Спасибо, Елена. Спасибо за вопрос. Вы найдете работу, конечно же, это будет раньше, чем до конца года. Это будет, наверное, к октябрю месяцу, найдете хорошую работу, которая будет связана с большими расстояниями. Что-то будет связано либо с морем, либо с воздушным пространством, либо с транспортными какими-то особенностями. Но что-то связано с расстояниями будет. Ну, как интересно. Даже это можно увидеть. Так, возвращаемся теперь. Вот то, что ты рассказывала. Да, продолжаем на душе. Я говорила о том, что это и есть, собственно говоря, прогнозирование. Человек должен всегда верить в то, что любой предмет, который его окружает, можно использовать себе во благо. Будь то зеркальце карманное, будь то, скажем так, свеча, которую мы просто в доме зажигаем. И мы просим, чтобы эта свеча забрала негатив, который мешает. И действительно, это работает. Это работает. То есть просто нужно об этом не забыть подумать, так скажем. Не забыть поверить в это, я бы сказала. К этому нужно подойти с чувством, к этому нужно подойти искренне, самое главное. И действительно, многие вещи, окружающие нас, в быту, они способствуют нам помощью. Для того, чтобы восстановить свою жизнь, не всегда обязательно быть опытным магом или мастером. Каждый человек, он, в принципе, может свою судьбу и свой успех добиваться его. То есть другой вопрос, когда человек находится в состоянии, когда он постоянно гневается на судьбу. Это уже такая, вы знаете, кармическая вот идет завязка тогда. Или завидует, да? Когда он испытывает недовольство судьбой. Когда он считает свое невезение фатальной. Свою неудачу, свое невезение в жизни не самореализовавшийся человек. Он считает это фатальным. То, конечно, здесь уже нужно... Мастер. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что именно такие к тебе и приходят в основе своей. Потому что, когда начинает человек проговаривать что-то, ты уже видишь, что там сплошная обида на весь мир. Мы с этим работаем. И он хочет как-то улучшить мир вокруг себя, но не себя. Но не себя ни в коем случае. Мы с этим работаем. Сложная задача. Почти психологическая. Ну, собственно, она такая и есть. Но решаемая задача. Звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Алло. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Моё имя Рая, мне 70 лет. Да? Что, Раечка, вы хотели... Я онкобольная. Так. Но я прооперировалась, что меня ждёт? Спасибо. Вас ждёт, собственно говоря, душевный покой. Вам нужно просто-напросто принять эту ситуацию, такая, какая она есть. Какая бы она ни казалась бы печальной или трагической, как бы вы её считаете. В любом случае эта ситуация есть. Вам просто нужно её принять, и тогда будет вам покой. И, возможно, вы просто будете жить, сколько вам отмерено судьбой и Господом Богом, в состоянии покоя. И самое главное, вы должны переосмыслить свою жизнь, прожитую, и понять, о чём вы сильно жалеете, и избавиться от этого. Чтобы, когда придёт время, не о чём не жалеть. И тогда просто спокойнее и... И тогда человек идёт на поправку. Идёт на поправку. Да. Когда отпускает это. То есть переосмыслить и избавиться от негатива, да? То есть вот то, что всё равно уже ты ничего поменять не от того, просто избавиться внутренне от негатива. Она есть эта ситуация. Мне нужно принять, да. Ой, дай Бог вам здоровья, долгих лет. Так, теперь меня волнует ещё один вопрос. Порча на предметы. Вот тут просто таинственный какой-то... Порча на предметы. Порча на предметы, да. Что значит подклад? Порча на предметы, собственно, и есть, в народе называется подклад. Это такой вид, скажем так, нехорошей магии, негативной магии, когда делаются именно на какие-то предметы. Ну что, это каждый человек, любой человек может сделать. Собственно говоря, для этого не обязательно быть опытным магом. Здесь конкретно нужно понимать цель. Чем человек задавился, какой целью. Что самое ужасное в этом состоянии, вот такой именно порчи, это то, что такие подклады, они могут лежать годами. И они активируются только в момент тогда, когда, скажем так, адресат находит тот человек, которому она была предназначена. Когда он её найдёт, тогда она и активируется. Ну хорошо, а если это подарок? Нет, если это подарок, то это немножко другое. Подклад, он делается так, чтобы человек его не получил. А, это тайна. Конечно, он его не получает открыто. Это другое. Подарок — это другое. Подклад — это то, что лежит. Оно может и день лежать, и может и годами лежать. И оно будет лежать до тех пор, пока, скажем так, человек не наткнётся каким-то образом на него. И тогда оно начинает активироваться, действует. И тогда, конечно, кто-то сразу понимает, что он нашёл. В основном сразу понимают люди. Потому что там они не находят букет цветов, а находят какие-то вещи, которые предметы... Ну что чаще всего является? Всегда по-разному. Всегда по-разному вещи. Может быть, что угодно. От иголок и булавок, и заканчивая качками одежды и всем что угодно. То есть если вы в своей квартире нашли то, что... То, что вам не свойственно, что вы не должны найти. Что вы, в принципе, не должны найти. То есть вот это и есть подклад. Это очень сильная энергия негативная, которая, когда она активизировалась, она... Активизируется она при контакте, да? Тогда, когда её человек нашёл. При обнаружении. При обнаружении. И она имеет разрушительную силу. Она тогда может касаться не только одного человека, кто её нашёл. Неважно, её могли адресовать одному члену семьи, нашёл совершенно другой. Она задействует... То есть она по себе бомба замедленного действия. Кто нашёл, тот и... Нет, в любом случае она коснётся всех. В любом случае коснётся всех в семье. С этим нужно быть очень осторожным. Хорошо, как осторожным? Нужно немедленно просто найти способ, как людей, кто это знает, кто может помочь, и просто нейтрализовать. Хорошо, а уничтожить её недостаточно будет? Нет, недостаточно. Нет, этого будет недостаточно. Уничтожить, каким? Утопить, закопать. Этого будет недостаточно. Потому что нужно нейтрализовать сам заговор, который на ней есть, сам негативный, информацию. Информация, она никуда не пропадёт, хоть в земле, она хоть в воде, хоть где. Она остаётся информацией. Её нужно нейтрализовать. А вот иногда люди говорят... Сейчас, одну секундочку, подождите, там на проводе у нас человек. Когда говорят, вот мне что-то подарили, а мне так нехорошо, ну, например, картина или книга. Что-то мне так нехорошо, так мне тяжело. Это подарки. Это, я их называю псевдоподарки, понимаете, не настоящие подарки. Конечно, может быть, человек получает презент, подарок и дар. Он получает этот дар, он чувствует от него негативное какое-то состояние. Человек может даже раздражать это физически. Не то, что там где-то внутренне, да, там на глаза мозоль. Конечно, такие вещи нужно, ну, либо убрать куда-то, где оно не будет с вами контактировать, да, в принципе. Ну, просто выбросить может быть. Ну, можно и так. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Да, я говорю, можно говорить, да? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я, мне 52 года, и вдруг я поняла, что у меня есть проблемы в жизни. То есть до этого я считала, что у меня все в порядке. И тут я понимаю, что у меня проблемы с работой, с сыном. В общем, все стало по себе. Меня больше волнует, чтобы мой сын был здоров. И с работой было все нормально. И чтобы я, вот, даже дело не в этом, оптимизм, чтобы я свой не теряла. Вот я слушаю все, что сейчас происходит в стране, и понимаю, что становится страшно. Вот, что делать на сегодняшний день. Я поняла вас. Я вас очень хорошо услышала, да. Это очень классический пример того, как действует деструктивный маятник на определенного человека. Вы действительно находитесь под воздействием сильнейшего страха, волнения. Вам необходимо проработать себя в таком направлении успокоения, потому что иначе действительно... Как это сделать, Надюш? Вы можете позвонить мне, я подскажу, как это сделать. Можете даже записаться ко мне на прием. Я подсоветую, как правильно сделать. И, может быть, еще, почему сейчас именно у женщины такое произошло, возможно, проблема была давно в семье. Но так как оно было внутреннее, оно дремлющее состояние, в покое было. Так как сейчас разразились разные информационные такие страшные новости, да, что происходит вокруг нас в мире и в стране нашей, соответственно, оно как бы сливается, энергия смешалась, я бы так назвала. Здесь нужно проработать, потому что я вижу, что вы на грани просто находитесь чего-то. То есть я советую позвонить. Ну, еще взаимоотношения с сыном, я думаю, что очень сложно. Но там есть надежда, что все как-то уляжется? Всегда есть надежда, всегда. Ну, хорошо, раз всегда есть. Еще один звонок мы успеваем принять. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Меня интересует вопрос в отношении сына. Ему 38 лет, зовут Денис. Сможет ли он встретить свою половинку в ближайшее время и создать семью? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Будем надеяться, что Надя сейчас там увидит, все в порядке должно быть. Молодой человек абсолютно, у него не заблокированы каналы семейной жизни, судьба есть, пара есть. Возможно, единственное, что меня немножко настораживает, смущает, так это то, что молодой человек был подвержен какому-то сглазу. И вот это вот есть. То есть здесь нужно разбираться. Он, наверное, интересный молодой человек. Наверное, раз он до этого возраста не нашел свою пару, может быть, кто-то из девушек предыдущих. Возможно, и такое. Надо разбираться, надо смотреть. Можно записаться на прием, посмотреть. Кармическая ось. Вот это под финал успеваемый. У нас есть еще пару минут. Это самое интересное, что мы на сегодня вам подготовили. Я так думаю. Что такое кармическая ось? Кармическая ось – это такое состояние во Вселенной нашей, состояние всех планет. Когда выстраивается определенная линия, и кармическая ось, она проходит абсолютно через жизни всех людей. Нет такого человека, которого бы она ни коснулась. Но есть люди, которые не попадают, скажем так, под очертания этой кармической оси. Но те люди, кто попадают в очертания этой кармической оси, она непременно делит жизнь этих людей на прошлое и будущее. Непременно. Всегда она приносит, в основном, всегда хорошие положительные изменения в жизни. Очень важно не пропустить этот момент. Я могу составить, в принципе, такое прогнозирование индивидуально каждому человеку. Попадает ли человек в этом году, именно сейчас, когда выстраивается эта кармическая ось. Или ему нужно ждать следующего раз. Либо так, да. А как часто эта кармическая ось выстраивается? Она выстраивается довольно-таки часто, но имеет разную тенденцию. Сейчас кармическая ось, которая выстраивается в этом месяце, она максимально сильная. Ой, как интересно, так и же хочется о чем-нибудь спросить. Но у нас последний звонок телезрителя. Говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Владимир Анатольевич, медитация ось. Наваллю все, либо так и останется. Большая сумма денег у меня. Понятно. Я вижу вашу проблему, в принципе. Говорить о ней я не буду в прямом эфире, вы понимаете, да. Это очень личный вопрос. Но я вам хочу так сказать, что любая неприятность, она не может быть бесконечной. Рано или поздно она закончится. Вы можете только повлиять на то, что ускорить завершение плохой полосы в вашей жизни. Поставить себе защиту, я бы сказала. Потому что вам этого не хватает. То есть ты считаешь, что это незащищенное? Абсолютно. Но я так поняла, что там какая-то финансовая была проблема, то есть достаточно серьезная. Финансовая сторона, она также нуждается в защите. А как ее решить? Вы можете позвонить мне, я подскажу, что нужно сделать. Телефон на экране. Мы заканчиваем нашу программу. У вас есть последние секундочки. Сейчас дадут еще раз телефоны, Надежда. И после программы вы можете звонить, задавать свои вопросы, записываться на консультацию к Надюше. Надюша, последние 10-15 секунд твое обращение к телезрителям, пожалуйста. Мое обращение, как всегда, связано только с тем, чтобы наши дорогие телезрители не теряли веру в себя. Не теряли веру в то, что всегда можно найти выход из любой ситуации. И также мое обращение опять-таки связано с тем, что когда вы нуждаетесь в помощи, то вся Вселенная приходит к вам на помощь. И тысячи невидимых рук приходят к вам на помощь. Только верьте в это и просите о помощи. Она будет вам. Спасибо, Надюша. Ну а судя по тому, что у Нади сегодня ответы на ваши вопросы были достаточно положительные, все будет хорошо. Надеюсь, что и в мире все будет хорошо, и у нас в Одессе тем более. Все будет хорошо. Мы встретимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok